Владимир Киреев покинул пост, его сменил Александр Савилов. Виталий Калугин только готовится стать никем, но у него есть карманное семейное телевидение. Изучаем анатомию республиканской власти. Начнем со спортивного ведомства. В пятницу Александра Савилова официально представили коллективу Министерства спорта, туризма и молодежи. Мы это прогнозировали, так оно и случилось. О его блестящей карьере и спортивном функционере мы тоже рассказывали, а в пятницу новый министр дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу. Первое интервью в новой должности. Какое лучше первое распоряжение было на новом посту? Мое первое распоряжение на новом посту? Мы с вами сейчас сидим, время без 10 часов. То есть сегодня у меня первый рабочий день. Вот с утра представление, соответственно, коллективу. И текущие вопросы, задачи определения направлений деятельности и каких-то экстраординарных распоряжений не было, да и вряд ли будут. Все в рабочем режиме. Выделять ключевые направления Александр Савилов не стал. Подчеркнул, что и спорт, и физкультура, и молодежная политика, и туризм для него одинаково важны. Тем более, что регион уже согласовал свое участие в нацпроектах. И задача нового назначенца – достичь поставленных целей. Одна из самых очевидных – работа с наследием чемпионата. Речь, конечно, о Мордовии-арене. Ее сейчас активно готовят к началу футбольного сезона, пока это происходит на федеральные деньги. Однако уже в 2020-м республика начнет постепенно вступать в право владения и эксплуатации. И от нового министра ждут плана окупаемости сооружения. В идеале даже некоторой прибыльности. В настоящий момент это федеральная собственность. Все это прекрасно знают. То есть ГОП «Спорты». Ну а по дальнейшей судьбе, то есть по эксплуатации, как только это перейдет в собственность республики, работа ведется. Все будет в правильном режиме. Судьба бывшего министра спорта Владимира Киреева до сих пор неизвестна. Он написал заявление по собственному в начале года. Сейчас появились неподтвержденные слухи о переходе его на место заместителя Александра Савилова. Здесь, наверное, вопрос не ко мне, в первую очередь к Владимиру Гавриловичу Кирееву. То есть можете с ним связаться. Будем смотреть. Потому что появились слухи, что Владимир Гаврилович якобы остается на посту заместителя министра. Ну, будем разговаривать с Владимиром Гавриловичем. С его, то есть опыт его использовать безусловно нужно. Но здесь уже будет решать, я думаю, и глава республики, и председатель правительства. То есть и совместно найдем лучшее обременение для талантов Владимира Гавриловича. А теперь, как и обещал неделю назад, смотрим прошлое, настоящее и будущее нашего профильного министра и бывшего Сапкора НТВ. Главное блюдо этой недели – Министерство печати и информации и его руководитель Виталий Калугин. Как самостоятельная бюрократическая единица, такое ведомство есть только в Мордовии. В остальных регионах функции исполняют другие министерства культуры, связи, нацполитики. У нас Минпечати есть для того, чтобы раздавать бюджетные деньги лояльным газетам, телеканалам и интернет-порталам. В этом году финансирование министерства сокращено в два с лишним раза. Это значит, что коллеги не получат миллионы рублей. Но не все коллеги. Финансирование урежут, скорее всего, районным газетам. За них некому заступиться. Да и финансовую нагрузку можно переложить на муниципальные бюджеты. Ну, попытаться, во всяком случае. А вот недавно созданный кабельный телеканал, называющий себя «народным телевидением», продолжит получать народные деньги. Финансирование провластного канала на 2019 год, по нашим данным, установлено на уровне 15 миллионов рублей. Очевидно, это решение принято в Министерстве печати, которым, напомню, руководит Виталий Калугин. Одним из руководителей на НТМ работает Оксана Калугина. Не одна фамилица, законная супруга господина министра. Конфликт интересов, как мне кажется, очевиден. И это вообще очень нехорошо, когда республиканский бюджет становится частью семейных ценностей. Читы Калугинах. Откуда же он у нас такой взялся, министр? Родился в Красноярском крае, учился на историка, трудовую деятельность, как было принято говорить когда-то. Начал с позиции простого вышибала в ресторане «Огни Денисея». О чем сам и рассказывает в интервью на том самом семейном телеканале. Официально эта должность называлась, у меня в трудовой записано, «гардеробщик». У нас был гардероб, но поскольку я стоял, так сказать, на воротах, то весь пропускной режим был на мне. Практически полгорода, те, кто посещали рестораны, так сказать, вся элита, я был с ней знаком. И впоследствии в профессии мне это очень сильно помогло. Поскольку в нашей сфере, когда лицо узнаваемое, в журналистике это очень часто помогает. Конечно, конечно. Узнаваемым лицо господина Калугина стало в нулевые, когда он попал на НТВ. После того, как канал покинул первый самый сильный состав. Много лет работал с Абкором в Нижнем Новгороде, снимал про Мордовию хорошие сюжеты. И старался не зря. В апреле 16-го года с Калугиным случилась перемена. Из журналиста он превратился в чиновника. И вот уже почти три года занимает пост министра печати. В том же 16-м году произошла закупка техники для канала, на котором работает министерская супруга. Формально все провели через дата-центр, государственное автономное учреждение Госинформ. Примерно в эти же сроки и у нас на 10-м канале прошло обновление техники. Только почему-то видеокамеры, монтажные станции, видео-аудиомикшерные пульты для народного телевидения купили минимум в два раза дороже, чем средняя цена на рынке. Я знаю, о чем говорю, потому что у нас есть документы с ценами на технику для НТМ. И есть наши платежки с намного меньшими цифрами. Для протокола наша телекомпания оборудование покупает за свой счет, а не за счет налогоплательщиков. Закупки для народного телевидения заставляю задать несколько вопросов. Была ли в них коррупционная составляющая или некто просто дурак раскупил задорого то, что можно купить дешевле? Если этот некто не дурак, то не в его ли карманах осели большие деньги? И не поделился ли этот некто с кем-нибудь повыше? Еще одна важная деталь. Формально оборудование в собственности госпредприятия, а эксплуатирует его организация с коммерческими структурами в числе учредителей. О подозрительно дорогом оборудовании для народного телевидения мы говорили в высоких кабинетах, даже в самых высоких кабинетах. Реакции не последовало. В свете этой информации оцените двусмысленность высказываний господина Калугина про взаимодействие журналистов и власти в Мордовии. Здесь для журналистов созданы не просто комфортные, а власть создала здесь тепличные условия для того, чтобы журналист мог себя проявить в своей профессии. Республиканским властям, видимо, трудно угодить. Возможно, поэтому на НТМ сменились уже четыре директора. Нынешний Сергей Волков, пятый. Тепличные условия тесно связаны с госфинансированием большинства СМИ республики. На газеты, телеканалы, интернет-порталы тратят десятки миллионов рублей. Так, например, в этом очень непростом для бюджета году на народное телевидение потратят, по нашим подсчетам, не менее 15 миллионов народных рублей. В прошлом году сумма была вдвое больше. И это субсидии, а не распределенные через госзакупки деньги. Вам не кажется это слишком высокой ценой для канала, ядро аудитории которого сверточено в районе Советской площади? Впрочем, преданные поклонники народного телевидения умеют быть благодарными. Неделю назад в Белом доме чествовали придворных журналистов, давали им премии и звания. По сравнению с предыдущими годами значительно выросло число номинаций и, соответственно, бюджетных расходов. Дебют года, открытие года – главное, чтобы никто из преданных сотрудников так называемого народного телевидения не ушел без ценного подарка. Наша телекомпания уже несколько лет по этическим соображениям отказывается участвовать в таких мероприятиях. Но, похоже, только мы считаем неправильным брать деньги налогоплательщиков в нынешней ситуации. После официального мероприятия последовало неформальное. Дипломантов пригласили в дорогое заведение, где поили, кормили и развлекали за народный счет. Чтобы понимать, в какую сумму обошелся этот банкет налогоплательщикам, мы позвонили в ресторан. Давайте посмотрим, какую информационную повестку пытаются диктовать ответственные за пиар при Владимире Волкове. Сайт ЕМордовия – раздел для СМИ. Читаем заголовки и пытаемся не смеяться в голос. Цитирую. В Мордовии профсоюзы и СМИ обсудили задачи информационно-пропагандистской деятельности на 2019 год. Следующий. Профсоюзный актив Мордовии принял участие в просмотре онлайн-трансляции видеоконференции председателя ФНПР Михаила Шмакова. Следующий. Внимание лесопользователей. Семинар по учету древесины. Чего же мы хотим от СМИ, которыми целиком и полностью управляют авторы таких вот заголовков? Сейчас можно было бы порассуждать о качестве контента на НТМ. Для кого снимают эти сюжеты и почему бесконечно рассказывают о воображаемых достижениях республики. Но лучше приведу одну простую аналогию. Вы приходите в магазин и видите на полке две красивые упаковки. На одной написан, например, сыр, а на другой – сырный продукт. Что из этого вы предпочтете? Так вот, с новостями нормального человека и информационным продуктом все то же самое.